Телеканал «Дождь» представляет Новый год с Михаилом Козыревым Мальчик пишет письмо Деду Морозу Дедушка Мороз, мне так понравились те хлопушки, которые ты подарил мне на прошлый Новый год Подари мне, пожалуйста, на этот два пальчика и глазик Добрый вечер Это итоговая программа Новый год Я же должен был начать ее с какого-нибудь циничного анекдота Меня зовут Миша Козырев, добро пожаловать Сегодня мы будем во-первых, перелистывать самые лучшие музыкальные номера, которые случились с нами в 2010 А кроме того, у нас будет такой трогательный щемящий процесс Мы будем прощаться с теми вещами, которые останутся на веке в нулевых, которые прекратили выпускать в 2010 году. Поэтому оставайтесь с нами, я все вам подробно расскажу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Официальный партнер существования программы Новый год это мебельный торговый комплекс Грант. Спасибо большое за то, что вы поддерживаете нас. Нам не так много лет, фактически полгода, но за это время мы успели кое-чего нарубить. В этой программе вы увидите лучшие выступления, которые произошли в 2010 году. От группы Би-2 до группы несчастных случаев, от группы Муми и Тролль до группы Ума Турман. Все сегодня в этой программе. А кроме того, мы будем следовать тому простому принципу, который в английском языке обозначается Let it go. До свидания. Сегодня мы скажем до свидания кассетному плееру Sony Walkman, пленке, которая была заряжена в лучшие кинокамеры мира, кода Chrome. Мы скажем до свидания видеомагнитофону и даже 10-ти рублевой купюрой. Сегодня в этой программе мы прощаемся с вещами, которые закончили свой путь в 2010 году. Оставайтесь с нами. Сегодня в итоговой программе Новый год мы прощаемся с устройствами, с вещами, с явлениями, которые остались на веке в 2010. Вы сейчас очень удивитесь, тому, что я скажу. Мы сегодня прощаемся с кассетным плеером Sony Walkman. Я думаю, что это название, кассетный плеер, у многих из вас вызовет исключительно приятные ностальгические воспоминания. А дело все вот в чем. Начали его производство 30 лет назад. Это была первая революционная абсолютно концепция того, что музыку в общем можно взять с собой в дорогу. То есть ее можно взять прям в наушниках, в твоих ушах. И никто тебя беспокоить больше не будет. Это будет твоим. Оно будет у тебя вот здесь вот. Кассетный плеер Sony Walkman в общей сложности был продан в количестве 200 миллионов штук. Это было одно из самых революционных устройств, которое фирма Sony когда-либо выдвигала на рынок. Вы помните эти прекрасные ощущения от того, что когда ты нажимаешь кассету, нажимаешь play, нажимаешь перемотку, она уже все вот здесь вот прямо под пальцами, под рукой. У меня этот период совпал с тем, что я первый раз в жизни выехал за рубеж. Я был участником такого международного движения Summer Bieta for Fred это по-шведски Cooperation for Peace Сотрудничество за мир. Я приехал в Швецию и по уши влюбился в прекрасную смуглую девушку, которая потом последовала за мной в Екатеринбург на Урал. У меня как раз был первый Sony Walkman, который я купил из Швеции. Мы слушали с ней в маленьких наушниках. Один наушник у меня в ухе, другой у нее. Она мне подарила две кассеты. Это был первый мой альбом YouTube под названием War и кассета группы АХА Hunting High and Low. К сожалению, в этом году, в 2010-м, мы прощаемся и с группой АХА, которая уже прекратила свое существование. Так вот, я впервые испытал какую-то невероятную любовь, которая не знает языковых барьеров. Кроме того, наверное, эта девушка была первой шведкой или первой перуанкой, потому что она была наполовину шведка, наполовину перуанка. На Урале звали ее Мирием Кастилла Эйдем. И вы уж позвольте мне следующую песню, которая сейчас прозвучит, посвятить именно ей. Памяти Сони Уокмана. Продолжение следует... Кто-то снется этой ночью, Тот навеки не уснет, Кто услышит эту песню, Тот покоя не найдет. Спи пока, Снег идет, На грекой горки лет. В этом льду чудеса, Голубые леса, Птицы там не поют, Звери вовы не пьют, Спи пока, Снег идет, На грекой горки лет. В этом льду никогда Не найти на тепла. Тот не снет эту ночью, Тот навеки не уснет, Кто-то слышит эту песню, Тот покоя не найдет, Не найдет, Не найдет, Не найдет, Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Новый год с Михаилом Козыревым Итоги 2010-го в программе «Новый год». Добрый вечер еще раз. Меня зовут Миша Козырев. Мы сегодня прощаемся с теми вещами, которые закончили свой путь в уходящем году. И как мне сказать вот об этом устройстве? Наверняка многим из вас оно многое что расскажет. Это пейджер. Вы знаете, я был поражен, когда раскапывал информацию об этой детали, что первый пейджер был изобретен компанией Motorola аж в 1956 году. И его взяли в первую очередь на вооружение медики, сотрудники скорой помощи, полиция, то есть те, кому нужно было все время быть на связи. А потом он стал таким абсолютно массовым явлением. В 90-е годы у каждого должен был быть пейджер, и это было признаком статуса. Давайте я вам расскажу одну крайне личную историю, какую роль пейджер сыграл в моей жизни. В 1998 году я расстался с Радио Максимум, был в общем ни с чем, особых перспектив на работу не было. И я решил, может быть, хоть как-то оборудовать свою съемную квартиру в Москве. Я был в мебельном магазине и искал диванчик соответствующей расцветке. И женщина, у которой я просил образцы этих расцветок, мне все время жестко отвечала. «Молодой человек, все на витрине». И в этот момент единственное, что у меня осталось от Радио Максимума, это пейджер. Мне вдруг пришло сообщение. «Михаил, вас беспокоят из приемной Бориса Абрамовича Березовского. Немедленно перезвоните». А у меня даже сотового телефона нет для того, чтобы сделать этот звонок. И поэтому единственное, что я могу сделать, это обратиться к той же самой женщине и сказать, «Извините, можно я на секунду воспользуюсь вашим городским телефоном? Мне срочно пришло сообщение, мне нужно перезвонить». И она так небрежно говорит «Да, пожалуйста». Я звоню. Магазин заполнен до отказа народом. Я говорю «Да, здравствуйте, меня зовут Миша. Вы знаете, мне пришло только что сообщение от Березовского, чтобы я перезвонил». Мне говорят «Одну секунду, Михаил». Алло, Мишенька, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, Борис Абрамович. Алло, Миша, значит, смотрите, у меня есть к вам предложение по поводу радио. Вы бы не могли подъехать ко мне, вот прямо сейчас. Через сколько вы будете здесь? Я говорю, Борис Абрамович, ну, вы знаете, я сейчас в магазине, но я постараюсь подъехать, ну, я не знаю, минут через 40. Он такой, хорошо, у секретаря узнайте адрес, я вас жду, немедленно выезжайте. Я говорю, спасибо, Борис Абрамович, спасибо большое. Вешаю трубку. Весь этот разговор слышен в магазине. Я периферийным зрением вдруг вижу, что все замерли. Вы можете себе представить, что в 98 году значило громко сказать фамилию «Да, Борис Абрамович Березовский, это я». В этот момент женщина, которая давала мне, ну, пыталась от меня отбиться по поводу диванчика, она застыла на полпути к креслу, выпрямилась и сказала, «Михаил, у нас такое количество расцветок, и достал мне альбом с покрытиями этих диванов, в котором было не меньше, чем 200 различных вариантов тканевых покрытий». Я, конечно, вынужден был в этот момент ей отказать и тут же помчался на встречу с Березовским, с которым, собственно говоря, связалась моя судьба на протяжении последующих пяти лет. И предлагаю в память вот этого вот ушедшего в мир иной устройства, пейджера, в связи с моим тостом поднять бокал за далекого человека в Лондоне, который сделал для развития нашего радио и русского рока больше, чем кто бы то ни был другой, несмотря на то, что никогда это не афишировал. С Новым годом! Это история не вымысел мой, В боях за свободу последней войной Я тот герой, зацелованный Богом, что выжил один из полка В белых халатах, в жёлтых халатах, лотали меня по кускам Медные спицы снились с моим ногам Моя душа по потолку Это случилось в бою как-то раз, через мгновенье обмяк мой каркас, Ангел-хранитель семь суток подряд целовал меня блог В белых халатах, в жёлтых палатах, лотали меня по кускам Медные спицы снились с моим ногам В белых халатах, в жёлтых палатах, лотали меня по кускам Медные спицы снились с моим ногам Моя душа по потолку С моим полком С моим полком Моя душа по потолку С моим полком С моим полком Командир! В белых халатах, в жёлтых палатах, лотали меня по кускам Медные спицы снились с моим ногам Моя душа по потолку С моим полком С моим полком Моя душа по потолку С моим полком С моим полком Моя душа по потолку Программа «Новый год» Мы прощаемся с вещами Которые завершили свой путь в 2010 Действительно В 2010 году Хаммер прекратил своё существование Ещё в 2006 году Продано было 70 тысяч автомобилей по всему миру А в 2009 Всего 9 И то, я уверен, что большинство из них Было продано у нас в стране Автомобиль Хаммер Вот этот вот Армейский Мега-мутантный Автомобиль Прославленный Арнольдом Шварценеггером И в куче боевиков Казалось бы Что может быть бронебойнее его существования? А нет Последние годы Концерн «Дженерал Моторс», который владел маркой Хаммер Пытался продать её На восток Китайцам Японцам И ничего не вышло В результате В 2010 году Было официально Объявлено о том Что Хаммеры Закончились Моё столкновение с автомобилем Хаммер Произошло В штате Невада Много лет назад Дело в том, что Мой приятель был абсолютным фанатом Автомобилей марки Форд Мы съездили за очередным таким джипом Форд Аж в Лас-Вегас Гнали его обратно И попали в самую В моей жизни Чудовищную пробку Эта пробка была длиной В 38 километров А поскольку Из Лас-Вегаса В Калифорнию Ведёт только Одноколейная Фактически дорога То есть Либо туда Либо обратно То все машины стоят в один ряд И пока мы В 8 часов Не выстояли Двигаясь буквально По корпусу машины В час Мы не увидели Что в конечном счёте Пробка эта была вызвана тем Что у обочины дороги Стоял автомобиль Хаммер Который Дымился И за рулём Этого автомобиля Сидел молодой человек Взявшись за голову Вот так вот А около автомобиля Ходила длинноногая Потрясающая модель Которая уже В 8 часов Что-то очень нервно Объясняла по сотовому телефону Давайте поднимем этот бокал В память автомобиля Хаммер И в честь всех тех Его владельцев Которые до сих пор Верят в то Что размер Имеет значение С Новым Годом Шла Саша по шоссе С Иванова в Оскол По серой полосе Вдоль городов И сёк С Урала в Туапсе Во всей своей карасе Кроссовках и джинсе Шла Саша по шоссе Шла Саша по шоссе Да по таким местам Где пору окосеть Взглянув по сторонам Заброшены дома Разбиты трактора Как будто здесь война Была ещё вчера Шла Саша по шоссе Из угличев соров Меж воинских частей До заводских цехов Где трудятся в дыму И производят дым Не нужны никому Ни мёртвым, ни живым Шла Саша по шоссе С Донбасса на Кузбасс Через угольный бассейн Где в каменную пасть Людей уносит клеть К забоям и кайлам Где добывают смерть С углём напополам Шла Саша по шоссе Сквозь дикие края Где разве что газель Проедет раз в три дня На остановку ждать Выходит старый малой Надо выбежать До транспорта нема Шла Саша по шоссе С наказом от родных С печалями за всех Пока ещё живых Шла к батюшке царю К боярам в белый дом Уставясь на зарю Уже почти реком Субтитры создавал DimaTorzok Я сам её видал Меж Нижним и Торжком И даже денег дал На пиво с пирожком Не плачь, моя страна Надейся, мой народ Я верю, что она Когда-нибудь дойдёт И всположится царь И поперхнётся власть И людям просто в дар Земли и денег даст Взойдёт любви заря И засмеются все Нельзя же, чтобы зря Шла Саша по шоссе Субтитры создавал DimaTorzok Это программа, в которой мы прощаемся с вещами Закончившими свой путь в 2010 году Очередную вещь я готов вам сейчас продемонстрировать А вот она Узнаёте? 1 января 2010 года Государственный банк России прекратил выпуск 10-ти рублёвых бумажных купюр Вместо них теперь будут монетки И это, мне кажется, очень знаковый момент Что у меня связано с этими купюрами? Купюрами Наверное, в первую очередь голос 22-я бригада Звоночек по скорой На ЖБИ На живое ранение На улице Быстро выезжаем Я работал на скорой помощи В Екатеринбурге На 12-й подстанции Кировского района В начале 90-х годов Я пришёл из армии И когда вернулся в свой родной мединститут Понял, что Мне же как-то надо помочь человеку Если вдруг он упадёт на улице А что лучшее? Лучший путь для того, чтобы понять, как помочь Это, конечно, скорая помощь Я пошёл работать на скорую Я работал в ночные смены Сначала как санитар Потом как медбрат Потом даже как фельдшер И поутру возвращался в родной институт Слушать лекции Так вот, скорая помощь – это отдельный мир Это такой уровень адреналина Который не позволяет этим людям Интегрироваться ни в какую другую систему Они привыкают к тому Что вся их жизнь Находится абсолютно на гипертрофированных Повышенных уровнях гормонов В собственной крови Так вштыривает Мамам, вот не балуйся вообще Я до сих пор завидую этим людям И до сих пор с удовольствием вспоминаю эти годы Тем не менее, 10-ти рублёвые купюры с этого года исчезли из обращения В ту пору моя зарплата составляла 4 этих бумажки и ещё 2 монетки 42 рубля я получал за свои смены на скорой помощи Давайте выпьем за тех людей Которые с честью зарабатывали эти 10-ти рублёвые купюры С Новым Годом! В доме моём зима Всё, что в нём Изо льда И на скользком полу Я сижу И дрожу Пустота в голове Дырка в сердце В бегающих глазах Поселился страх Сквозь безмолдые воды Сквозь безумие всходы Через мир безразличий На пути к любви В доме моём пожар Огненный карнавал Хаос и кутерьма Суета 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 Суюта Сотни голосов Суета Разных праздничных богов В диспут вступают со мной Кто я есть такой По безумия вода Сквозь безумие всходы, через мир парадоксов На пути к любви все вокруг разрушая Голос сердца сжимая, нарушая природу На долгом пути к любви, на долгом пути к любви В доме моем светло, потолок, большое окно За окном небесный ход, и планет, хоровод Все плохое простил, отпустил и забыл В центре ядра глубины, на краю кольца высоты По мерцающим водам, по ухоженным словам Подбираясь все ближе на пути к любви Все как есть принимая, звезд в ладонь набирая За чертой невозврата На пути к любви На пути к любви На пути к любви Исход 2010 года Меня зовут Миша Козырев Это телеканал Дождь Мы прощаемся в этой программе С вещами, которые закончили свой путь в уходящем году Я вырос на Свердловской киностудии У меня там работала мама, которая была режиссером-документалистом И поэтому я очень хорошо помню Вот эти рулоны бесконечной 35-миллиметровой пленки С картинками, это значит была изобразительная часть А просто коричневая, монотонно-коричневая Это были звуковые дорожки Поэтому я вырос вот с этим Я очень хорошо помню, как мама сидела всегда за монтажным столом И совмещала изображение со звуком Знаете, как на швейной машинке Зингера Ногой Вот так вот Вот такими вот вещами Поэтому для меня 35-миллиметровая пленка Очень сходу резко понятна Вот это изобразительная пленка или звуковая Понятно, что если у нее коричневая изнанка Конечно, это пленка для звука В 2010 году компания Кодак Закончила выпуск пленки Кодахром Пленки, на которой были сняты выдающиеся мировые кинематографические шедевры Наверное, самым феноменально популярным любительским фильмом Который был снят на пленке Кодахром Был фильм человека, который просто оказался в нужное время в нужном месте Его звали Запрудер И он снял 28 секунд Ровно в тот момент, когда убивали президента Джона Кеннеди На сей момент эта пленка прекращает свою жизнь Наверняка цифровые технологии изобретут что-то новое и лучшее Но предлагаю, прощаясь с 2010 годом Выпить за тех людей, которые до сих пор сумасбродно верят в то Что одна картинка стоит тысячи слов С Новым годом! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА